Приветствую вас. Есть несколько моментов, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Момент первый заключается в том, что вы для чего-то почему-то хотите детей. То есть зачем-то, для чего-то вам нужны дети. А вы хотите создать ячейку общества, как вы говорите. Вот. То есть это момент здесь такой, что нужно лично вам. Момент здесь такой, что в семье нуждаетесь лично вы. Вопрос только в том, зачем вы нуждаетесь в семье, для чего вам дети и так далее. Вот. А это первый момент. То есть вам, на мой взгляд, нужно определиться вот с этой позицией, для чего я хочу семью, почему я хочу семью. Вот. И так далее. То есть свою субъективную сторону в данном вопросе, по данному вопросу, вам необходимо выделить в отдельное русло. Дальше. Вы пишите, значит, эм... Ну, вы встречались с парнем с 17 лет, а потом уже и жили вместе. Итог нашим отношениям семь лет. А как вы выстраивали отношения на основании, чего вы выстраивали отношения, эм... Что вас объединяло, что вас связывало. Далее. Вы пишите, после как расстались, мы дистанционно поддерживали связь, я приезжал к нему, он ко мне, сами понимаете. Нет, Ольга, не понимаем. Не понимаем. Потому что, если вы, как говорите, расстались, то вы расстались. Все, конец. Вы зачем-то приезжали к нему, он зачем-то приезжал к вам. Непонятно. В общем, ничего не вышло. Опять же, что не вышло, если вы расстались? Расстались окончательно. Потому что я понимала, что семья с ним не светит. А зачем вам семья? Что значит расстались окончательно? Чем отличалась? Вот это расставание, да, от предыдущего. Непонятно. Дальше. Значит так. Хотя планировали семью, но что-то по-моему не так. Но опять же, что значит планировали семью? Да, он хотел семью для чего-то, вы хотели семью для чего-то. То есть это как бы, ну, разные вещи. До сих пор мне неизвестно, почему все пошло под откос. Ну, скорее всего, вы его семь доползнули, и там человек тоже испугался ответственность. Потому что мужчина не уверен в себе, как мне кажется. Расстались, пишите вы. Встретился на пути парень. Ну, вот, опять же, да, вопрос. Ну, и что значит расстались? Встретился на пути парень. То есть, ну, как-то, на мой взгляд, нужно более точно, более превентивно, более конкретно говорить. Сколько времени прошло с тех пор, как вы расстались, и до того, как вы встретили другого мужчину. Сколько времени прошло, да? То есть, что вы делали в это время? Начали встречаться. Опять же, что вас объединяло? Парень хороший. Что значит хороший? Младше меня на возраст не стало смотреть, так как год разницы особо не чувствуется. А почему вообще, по вашему мнению, возраст может иметь значение в принципе? То есть, почему вы считаете, что возраст вообще в принципе может иметь значение? Какое-то. То есть, это вот для меня загадка. Здесь. То есть, вы считаете, насколько много значения придаете возрасту? Это тоже очень важный момент. Дальше. Так. Парень хороший. Ничего не могу сказать, но со своими загонами. Пьет, хватает за руку. Плютует с подругами очень много деталей, которые начали опалкивать. А в чем его хороший сейчас тогда? В общем, я его не люблю. А для чего тогда встречать? Для семьи? А зачем, да? То есть, чувствуете, как вы выступаете в зависимости от людей. Мне как-то не везет с мужчинами или проблемы вам нет? Да. Скорее всего, проблема у вас. Скорее всего, у вас есть запрет на серьезное отношение. И запрет, возможно, на создание семьи. Ну, я, по крайней мере. Так. Думаю. Вот. Судя по тому, что вы пишете. Вот. Дальше, значит, так. Я не знаю. Ну, нужно разбирать. Проходит полгода, появляется бывший парень. Говорит, что хочет увидеться со мной. Я не глупая девочка. Понимаю, зачем? Конечно же, секс. Откуда вы взяли? Почему? Может быть, это просто развод? Я глупая. То есть, тут, опять же, противоречие, да, у вас. То вы пишете, что вы не глупая девочка, то вы пишете, что вы глупая. То есть, как бы, вы как-то определитесь уже с тем, чего вы хотите. Потому что, ну, согласитесь, противоречие, да? Вот. Как бы, и если у вас есть противоречия, то вы не можете иметь четкую позицию по своему вопросу. То есть, четкую позицию по вообще вопросам даже, вы не можете иметь. Потому что у вас противоречие наблюдается. Вы что и ради чего, как бы, делаете? Дальше идёт. Значит так. Так, я один встретил. Для чего? Разговор был короткий. Как семья его? Моя? Поживаясь, как работа? Все распространяется. Тут надо сейчас дать вопрос. Был ли у меня секс с этим парнем? Каким? Откуда он про него узнал? Я сказал, не хочу об этом говорить. Молодцы, мой молодцы, что за глупости? Итог. Ответ нет. Ваш ответ нет? Или как? Он все-таки вас допросил. Когда... Когда да. Непонятно. Так вы его обманули? Парень на этом бывший не успокаивается. И на следующий день с тем, где вопросом говорит мне, что это естественно, не наслужда. А вы? Как вы это восприняли? Я его люблю. Что вы понимаете под любовью? Вы же расстались с ним. Я смотрю на него и понимаю, что нет ближе его. Так вы родной, но как бы чужой. А что для вас родной и что значит чужой? Посидели, он уехал. На этом всё. Я знаю, что это некрасиво по отношению к нынешнему парню. Но я люблю бывшего, с которым была 7 лет бедной, что и в радость. И пытаетесь, что мне делать, как мне быть? Что делать, чтобы что? Ольга. Как быть, чтобы что? Как вы понимаете любовь и как у вас любовь к мужчине все существует с потребностью в семье? Мне кажется, что это основной конфликт, основное противоречие у вас внутри. Вот. Кроме того, для чего семья? Как правило, семья нужна для того, чтобы компенсировать какие-то недостающие аспекты у себя. То есть вы пытаетесь компенсировать какие-то аспекты, которые есть вот у вас, да? Вы пытаетесь компенсировать их за счёт семьи, на мой взгляд. По крайней мере. И именно поэтому вы так остро нуждаетесь вот в этой самой семье. Опять же, на мой взгляд. Ну так, а должен ли, должен ли человек, да, должен ли человек отвечать за то, что вы хотите? Вот должен ли он отвечать за это? На мой взгляд, нет, на мой взгляд, не должен отвечать за это человек. Ну потому что за свои желания ответственны в первую очередь вы. Вот. И вот те мотивы, ваши личные мотивы, которые мотивируют вас на то, значит, чтобы хотеть семью, да, и являются причинами, по которым вы, как бы, не можете построить отношения с мужчинами и вообще пребываете в таком неком подвешенном состоянии. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «выбирать помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. А. Продолжение следует...